Доброго дня! Вы смотрите программу о животных. Хочу домой на телеканале Самара ГИС. Это программа о брошенных собаках и кошках или рожденных под открытым небом. Мы рассказываем не только о беспородных животных, но и о породистых и даже диких. Ну и, конечно, мы обсуждаем проблемы бездомных животных и способы их решения. Итак, начну с небольшой новости. На днях в Ленинском районе Самары открылась новая площадка для выгула собак для жителей Ленинского и Мичуринского микрорайона. Активисты домов по улице Карла Марса год назад на общем собрании приняли решение поучаствовать в губернаторской программе содействия по благоустройству общественных территорий. Поговорили, обсудили и начали работать. Площадка для выгула собак готова и даже официально открыта. Ну а теперь о теме нашей сегодняшней программы. Сегодня вы увидите видеовизитки о трех собаках и одной кошке, которым нужен свой дом, свой владелец, добрый и ответственный. Посмотрите, обсудите, возьмите домой кошку или собаку, осчастливьте их. Далее сюжет из Самарского зоопарка. Каких животных приносит зоопарк? Какие нашли себе новый дом? И стоит ли приносить некоторых птиц из леса? Я имею ввиду птиц диких. Ну и гость в студии, заместитель директора по развитию и научно-просветительской работе Государственного бюджетного учреждения «Самарский зоопарк», кандидат биологических наук Александр Кузовенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну вопрос немного об истории Самарского зоопарка. Прям в кранцу. Ну, у нас зоопарк был организован стихийно, то есть чаще всего вначале появляется решение о том, что надо делать зоопарк, концепция, проект, строительство. Ну, были лихие 90-е, 92-й год, вернее, конец 91-го. И животные из частного кооператива «Теремок», которые базировались в цирке, ну, внезапно оказались на улице без крови. И тогда уже администрация города была принята решение о создании муниципального предприятия «Самарский зоологический парк». Да, я помню еще те времена, 99-е, 2000-е годы, когда мы снимали «Самарский зоопарк», он был еще базировался, часть зоопарка на улице Кирова, там где-то на гитарных домах. И уже вот эта территория была выделена уже впоследствии в районе оврагоподпольщиков. Ну да, то есть нам 30 лет, но пока мы еще там же в районе оврагоподпольщиков. Ну, вообще перспективы-то вообще какие-то есть о развитии? Ну, надежды есть. Надежды есть, да. Да, понятно. А сколько сейчас животных на территории «Самарского зоопарка»? И это единственная территория, или у вас еще где-то есть какое-то подразделение? Нет, ну так как, да, кроме надежды чем-то надо еще заниматься, как-то развиваться, то мы 5 лет назад без малого организовали питомник в Кенельском районе, в поселке Формальный. И там уже, в принципе, есть развернуться, есть возможность заняться определенной научной или как раз деятельностью по спасению животных. Там 56 гектар. Животных там не особо много, но там есть достаточно крупные виды, например, такие, как лось. Если мы говорим про эту территорию, то здесь сейчас содержится 230 видов животных, и если по особям, то это без малого 2000 особей. Есть некрупные виды, такие, как рыси, мыши, например, или аквариумные рыбки. А каких больше, кстати, животных, мелких или крупных? Ну, зоопарк маленький, 0,8 гектара, поэтому на такой территории, конечно же, легче создать и правильнее создавать коллекцию из некрупных или средних животных. В основном такие у нас представлены. Ну, из крупных, если говорить, то это лев, тигры и верблюд, остальное дальше меньше, 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 ну, и достаточно маленьких, до аквариумных рыбок или грызунов. А Самарский зоопарк обычно, ну, многие люди привыкли к такой территории, что это огромная, большая территория. Допустим, как Московский зоопарк, или я вот был в Ереване, там большой, огромный тоже зоопарк, или в Новосибирске тоже большой, огромный зоопарк. Есть ли интерес наших жителей, жителей нашего города, области, к Самарскому зоопарку? Конечно, есть, да. Ну, во-первых, в нашей области не так широко представлены какие-то заведения, куда можно пойти с ребенком. Ну, и во-вторых, первое, с чем знакомится ребенок в детстве, это какие-то герои сказок. Герои сказок – это немножечко людей и немножечко животных. Поэтому, конечно, они идут к животным. А одна очень такая животрепещущая тема была, несколько лет назад у нас очень много было именно таких контактных зоопарков мелких. Ну, да, почти в каждом торговом центре они были. Да, в каждом торговом центре. Что сейчас с такими зоопарками? Практически нет. Ну, вот это зло. То есть, что представляет из себя зоопарк или что должен представлять? То есть, эта вот демонстрация животных, она должна быть где-то в последнем ряду, или она должна быть для того, чтобы что-то проводить посредством этой демонстрации. Что может сделать зоопарк? Это организовывать различные мероприятия, экологически просвещающие, создающие экологическую, формирующие экологически грамотную личность, рассказывающие о проблемах в дикой природе. Зоопарк – это то место, где можно родножить какие-то редкие виды животных. Или зоопарк – это такое место, где можно оказать помощь тем животным, которые попали в беду в природе. Но никак не заработка ради заработка. Поэтому, к счастью, согласно восстановлению правительства, которое увидело свет два года тому назад, такие контактные зоопарки закрыты. По опыту, когда приходят дети, взрослые люди, больше всего какая экспозиция животных интересует их? Вот куда больше всего дети идут в зоопарки? Маленьких детей больше всего интересуют какие-то животные, которых они узнали из сказок. То есть, это лисичка, медведь, волк, заяц. Но, опять же, они же идут с родителями. Родители, наверное, больше подводят их к такими животными, говорят, помнишь, в сказке так было. Дети постарше начинают интересоваться другими видами животных. Старшеклассники какие-нибудь, тем уже интересно что-то такое более экзотическое, опасное. Например, там, крокодилы или змеи. Ну, а взрослым тут у каждого свои интересы. Ну, всегда всем нравятся кошки. Это однозначно, да. Как и домашние кошки. Они для нас очень интересны. Предлагаю прорываться и посмотреть видеовизитки о трех собаках и одной кошке. Посмотрите, может быть, вы присмотрите для себя собаку или кошку. Возьмите кого-нибудь к себе домой. Счастливьте животное. Ну и, конечно, себя. Ищем хорошего, ответственного владельца, этому рыжему псу с черной маской на морде. Чуть больше месяца назад был подобран в районе улицы Кабельной. Сейчас находится на временной передержке. Волонтеры просят отозваться человека, который заинтересуется этой собакой. С собаками ведет себя хорошо, кошек не трогает, контактный. Ну, тянет на прогулки. Вот гулять с ним некомфортно, но он живет у нас на дачной передержке, бегает на вольных хлебах, далеко не убегает, всегда возвращается домой. Бежать некуда, людей вокруг нет. Поэтому вот сейчас нам нужно срочно найти ему теплый дом. На даче ему уже холодно. Обратите внимание на эту собаку. Он стерилизован. Ему сейчас около полутора лет. Назвали его Бакс. Но он пока к ней привыкает. История жизни этого кота по кличке Федот далеко не простая. Жил еще с тремя кошками у хорошего, доброго человека, который однажды умер. Кошек быстро удалось определить. А этого кота нашли спустя три дня в шкафу и сумели определить его в приют. Сейчас ему ищут нового хозяина. Ну, мы его назвали Федотом. Как его звали в прошлой жизни, естественно, никто не знает. Как его собратьев и сестер звали, тоже неизвестно. Очень хочется, конечно, найти ему дом, потому что это очень страшно, когда кот всю жизнь жил в семье, дома и остаться без крыши, над головой, без любимого человека, просто практически на улице. Это страшно. Кот не молодой, но очень хочется, чтобы кто-то его увидел и тоже дал ему новую жизнь, чтобы он жил дальше счастливым питомцем домашним. Обратите внимание на этого кота. Заберите его к себе домой и сделайте его счастливым. И он непременно отдаст вам свою любовь. Обращаться. 8-902-323-53-50 Этого пса нашли в селе Тимофеевка несколько месяцев назад. Худого, голодного и в клещах. Подобрали волонтеры и сумели пристроить на временную передержку. Откормили, вылечили и привели в хорошее физическое состояние. Сейчас ему ищут владельца ответственного и доброго. Очень любит детей. Очень общительный, дружелюбный, игривый, очень активный. Но не ко всем собачкам мы с ними, не со всеми собачками мы ладим. Но по отношению к людям? К людям очень хороший. Добрый. Но он хорошо обучаем. Он умненький. Умный и практически воспитанный пес по кличке Ричи нуждается в своем владельце. Обратите внимание на эту собаку. Его можно содержать в квартирных условиях. К тому же он хороший охранник. Заберите Ричи домой. Обращаться по телефону 8 902 158 16 62. Это собака Мики с по кличкой Джессика. Нашли ее еще в месячном возрасте вместе со своими братьями и сестрами, которым несказанно повезло. И они уже давно нашли своих любимых владельцев. А вот Джессика немного задержалась в любимых собаках приюта. Сейчас ей два с половиной года и она готова уйти в новый дом к хорошему и доброму человеку. Причем ее можно содержать в квартирных условиях. Джессика очень добрая, контактная, дружелюбная и очень хочет домой. А как по характеру она? Джессика отличная, контактная собака. Подружится со всеми, с кошками, с собаками. Заберите Джессику домой из приюта. Она готова уйти прямо сейчас. Для этого нужно позвонить по телефону 8 939 717 09 11. Александр, очень такая животрепещущая тема в нашем городе – это все-таки бродячие собаки и кошки. Вот вы перед этим сказали кошки. А кошки какие? Большие, дикие или все-таки кошки домашние? Ну, в зоопарке не должно быть животных, попавших в него извне. В идеале это должны быть и по правильному все животные, которые проходят определенный ветеринальный контроль при ветеринальном сопровождении, правильном питании, с документами. Те животные, которые попадут с улицы, конечно же, будут теоретически, а частно и практически переносчиками различных заболеваний. Поэтому нет, в зоопарках не должно быть бродячих кошек и собак. И бродячих собак. И бродячих собак, тем более. Все равно, вот все-таки кошки – это существа, которые гуляют сами по себе. А не бывает, что заходят на территорию зоопарка? Там же очень много кормовой базы. Кошки, кошки изредка бывает. Собак, конечно, однозначно нет, потому что зоопарк полностью закрыт, и зайти в него можно только мимо охранника. А там лазейки нет? Нет, нет, конечно. А вот бывали случаи, когда попадали собаки бродячие или кошки? Собак ни разу. Кошки заходили, да, кошки могут зайти. А как другие животные реагируют? Есть ли какие-то наблюдения? Ну, обычно кошки могут пойти туда, где находится какое-то мясо, то есть другим хищникам, часто кошачьим. И крупные кошки, такие как лев, достаточно спокойно реагируют на домашних кошек. Ну, то есть так, типа, ты мой брат, ты мой собрат. Ну, что-то себе подобное, но не представляющее из себя конкурента, да, потому что все-таки размерные характеристики в сотни раз, ну, или в десятки раз. А, значит, вы занимаетесь какой-то деятельностью по разведению, допустим, каких-то крупных животных, мелких или средних животных, рептилий? Да, конечно, да, да. Это одна из функций зоопарков. А есть ли какие-то обмены у вас с другими зоопарками? Да. Насколько, как часто приносят вам диких животных из природы или кто-то взял себе домой и наигрался и принес? Ну, наверное, раньше это было значительно чаще. Во-первых, сейчас люди стали, как нам кажется, более серьезно подходить к вопросу заведения домашнего питомца какого-то конкретного. Легко можно найти информацию в сети интернет, посмотреть, насколько сложно или тяжело содержать его, насколько опасно. Если мы говорим про конец 90-х, начало 2000-х, тогда был некоторый бум на содержание экзотов. Экзотов и так, когда-то к нам подали в зоопарк пума, макак-лапундр, еноты. Ну, сейчас уже прошло много лет этих животных, живых нет в зоопарке в коллекции, но когда-то они подали именно так. Сейчас таких обращений практически нет. Это первое. И второе, если мы говорим про тех животных, которые попали в беду в природе, то, опять же, лет 20 назад мы были единственные, кто мог оказать в таком случае помощь. Сейчас, к счастью, развито волонтерское движение. Есть люди, которые серьезно занимаются спасениями, реабилитацией летучих мышей, стрижей. Ну, а попутно с этим мелких, арабьинообразных или некрупных хищных птиц. То есть, они оказывают большую помощь и оказывают большую помощь в природе, главное. Кстати, вот по хищным птицам, правда ли, что у нас сейчас, ну, довольно-таки много или даже встречают белохвостых орланов в нашей Самарской губернии? Ну, мы находимся, вернее, в нашей области, протекает крупнейшая река Европы, Волга. Вот орлан-белохвост, это птицы, связанные с водоемами. И численность тут их была всегда достаточно немаленькой. Но при этом эти хищники испытывают дефицит в участках, подходящих для гнездования. То есть, им нужны очень высокие деревья, находящиеся достаточно далеко от населенных пунктов. Ну, и вот тут уже могут помочь людям, да, какие-то создав искусственные гнездовые платформы. Вот, а так, да, эту птицу можно увидеть, в том числе и пролетающую над городом. А вот, может, такой немножко вопрос странный, но все-таки люди же есть такие сердобольные. И были, бывали ли случаи, когда к вам на территорию Самарской зоопарка подкидывают собак или кошек? Типа, вы же все равно там занимаетесь животными? Ну, собак никогда не было, во всяком случае, за время работы в зоопарке. А кошек когда-то котят подкидывали, да, тогда нам приходилось уже там по работникам, по знакомым. Это было время до приютов раздавать их. Несколько раз было такое, да. То есть, было, да. А насколько люди понимают о том, что к диким животным подходить, допустим, близко нельзя и кормить их нельзя? У вас там есть таблички все-таки? Ну, в самом зоопарке. Да, в самом зоопарке. Обычно понимают, но есть те достаточно дубовые, которых ничем, табличка, ничем не остановишь. Опять же, это в данном случае плюс, что у нас зоопарк маленький. Да, здесь все время, как кто-то из работников зоопарка или охрана может увидеть, что люди пытаются пойти животным, там, покормить его сосисками или дать ему соленые печенья, которые, да, там, птицам нельзя давать. Такие случаи были. Люди приносят с собой еду для животных? Да, да, приносят, но сейчас все стараются, вот когда они видят надпись, что кормить нельзя, они стараются отдать ее работнику, а мы уже при них эту еду скормливаем, если она подходящая для животного. А часто ли болеют у вас животные в зоопарке? Ну, к счастью, не часто, но это зависит, опять же, от работы ветеринара, да, если ветврач хорош, то у него нет работы, потому что он провел профилактические мероприятия, и животные не болеют. Ну, а старость, она для всех старость, тут уже свои болезни. Понятно. Я помню, в 2000-х годах был такой случай, когда на территорию гидрометцентра, здесь у нас в Самаре, на Новосадовой, забежала рысь. Потом был какой-то момент, когда несколько раз вылавливали лося в пригороде города Самары, это в промышленном или в Кировском районе. А вот что с такими животными делают? Что с такими животными, алгоритм, или что с такими животными делать, когда он попадает уже? Да, вот человек увидел дикое животное в пригороде, допустим, в Кировском районе. Если в природе... Что делать-то? Если в природе, то пойти своей дорогой. Если на территории... Нет, ну, хорошо, это природе. Если на территории города, то необходимо об этом сообщить, и желательно сразу в несколько организаций. А в какие? Если мы говорим про тех животных, которые относятся к так называемым охотничьим видам, например, копытные животные, или это лисица, да, ну, или это та же рысь, пока еще это, к сожалению, охотничий вид. То необходимо обратиться в первую очередь в департамент охоты и рыболовства. Ну, это же надо искать, вот если так срочно и оперативно. Ну, есть интернет, ну, вот телефон, все, там есть телефон. Телефон будет оперативный, там есть сотовый телефон, человек ответит. И дальше уже в зависимости от обстановки выезжает бригада специалистов, принимает решение, что делать дальше. То есть животное можно, если он совсем на окраине города, куда-то направить, чтобы оно ушло из города. Если, конечно же, это центр города, то необходимо это животное спасать. То есть провести те мероприятия, которые позволят ему остаться живых, несмотря на все опасности, которые подстерегают его в городе. Есть такие примеры, есть и обратные примеры, когда животное не удавалось спасти. Большое спасибо, очень интересно. У меня есть предложение все-таки посмотреть сюжет, где специалисты рассказывают о тех диких животных, которых принесли за последние несколько лет в Самарский зоопарк. И давайте сейчас посмотрим. Да, и, кстати, рекомендации, стоит ли брать такое животное к себе домой, или все-таки стоит принести его в зоопарк, или выпустить на волю. Давайте посмотрим. Немало людей, которые хотели бы взять экзотическое животное к себе домой. И если раньше это было допустимо, то с 22 июня 2019 года правительство Российской Федерации наложило на такие желания людей запрет. Однако некоторые граждане все же заводят экзотику у себя дома. А потом, наигравшись, не знают, что с такими животными делать. Или забывают, или просматривают их бегство. В первых рядах, как ни странно, черепашки. А местом спасения для таких рептилий становится зоопарк. Люди выпускают, для дачу берут с собой, выпускают, забывают, посмотрят. Черепаха ползет, ползет. Ну, вроде, казалось, медленность, куда-то денется. А она раз, упал, два к соседям. Хозяева забыли про нее, соседи нашли, или, допустим, через несколько дач нашли. Говорят, ну, нам она не нужна, и приводят сюда, конечно. Никто не мог подумать, что в наших краях окажется розовый пеликан. Птица, проживающая на юге Казахстана и в других заморских теплых странах. Как сюда залетела, можно только предполагать. Он попал к нам с Хворостянского района, согласно тамошним данным. Он упал у кого-то в огороде. Скорее всего, какая-то молодая птица заблудившаяся, так как они встречаются не так далеко от нашей территории. В Казахстане они есть. Скорее всего, малыш заблудился. Он был накрашен еще, как молодой совсем пеликан. Нашли, удивились люди и привезли его в Самарский зоопарк. Сейчас он стал практически ручным. С радостью встречает сотрудников и частенько заигрывает с ними. Еще больше стало загадкой и удивление у сотрудников зоопарка, когда их вызвали в совхоз Криаж. Прибыв на место, увидели настоящего дикобраза. Нам пришлось его ловить. Да, это дикобраз. Поймали мы его в 2019 году, когда начался, собственно, локдаун. Ковид везде. Да, в районе, не в районе, в совхозе Криаж. Местные жители уже не впервые наблюдали этого дикобраза. И вот, крайний раз его увидели в подъезде. И вызвали, позвонили нам. И поехали его, так скажем, спасать. А к чему образом он попал вообще сюда? Может быть, у кого-то сбежал. Скорее всего, да. Скорее всего, у кого-то сбежал. Другому пока на ум ничего не приходило. Немногие жители городов знают, что не всех животных и птиц можно и нужно спасать. И тем более забирать домой. Ну, чаще всего это бывают ушастые совы. Вот это самый распространенный вицов у нас. Они живут повсеместно, даже в городе встречаются. За городом там их просто пруд-прузи. И весной, когда появляются слетки, люди думают, что птенчик попал в беду, надо его срочно спасти. И тащат нам в зоопарк. Ну, если человек догадывается позвонить нам, мы его, конечно, тут же сразу разворачиваем, чтобы они его срочно на то же место отнесли, на дерево посадили, чтобы родители за ним дальше заботились. Ну, если привозят, мы их какое-то время содержим, обучаем охотиться, и можно их уже выпускать в природу. Так и получается, для одних животных собак и кошек дом родной – это жилище человека, а для других – поля, леса и, в крайнем случае, самарский зоопарк. И в том, и в другом случаях у всех животных должен быть свой родной дом. Итак, все-таки, опять же, я вернусь к теме. Человек увидел животное в лесу, он хочет ему помочь. Есть люди, которые пытаются, стараются взять ту же самую дикую лесу или там какое-нибудь тоже мелкое животное, там, барсучка или суслика к себе домой. Ведь иногда это желание детей, детей, которые… И безответственно, родители все-таки берут. Ну, да, это желание все-таки первое. Конечно, принимает решение взрослый человек в такой ситуации. Если вы увидели в дикой прорыве какое-то животное, то чаще всего оно не нуждается в помощи человека, конечно же. Ну, да, как бы. Если посмотрели в сюжете, где, допустим, тех же сов, маленьких совят не стоит забирать из леса, потому что, скорее всего, они находятся на материнском скармливании, и они просто сидят где-то, а вы выпали из гнезда. Ну, да, это, скорее всего, что скоро они полетят. Просто это тот период, когда они уже из гнезда-то выпали, но лететь нормально еще не могут. Человек должен посмотреть внимательно, если животное от него не уходит, но не подходя особо близко. Если мы говорим про детеныша копытных, то если человек будет подходить близко, ну, во-первых, он может спугнуть маму, если она жива и находится около детеныша, просто испугалась, отошла. Если человек будет трогать это животное, то останется запах, и в таком случае, с большой вероятностью, мама уже не вернется. То есть вот волонтеры обычно как? Они всегда в первую очередь обращаются, наверное, в зоопарк? Или все-таки в МЧС? Обращаются, наверное, в первую очередь в МЧС. МЧС. А там есть специалисты? Нет, там, конечно, специалистов нет. Так. Дальше по ЕДДС или еще каким-то образом обращаются в несколько организаций. Можно обратиться сразу в несколько, в том числе и в зоопарк. Это зоопарк, департамент охота и рыболовства и Министерство природных ресурсов Самарской области. По-хорошему, должна была быть какая-то собрана такая сборная солянка, оперативная группа, оперативная служба. Пускай она будет включать в себя сотрудников этих организаций, но чтобы эта оперативная служба могла действовать. Если бы она была создана как какая-то отдельная единица, вообще было бы идеально. Но пока имеем то, что имеем. Ну, были ли случаи, что к вам в зоопарк звонят из МЧС и говорят, помогите? Конечно. Ну, по всем копытным. В случае со змеями, например, когда кому-то заползла змея, и человек боится, и тогда наши специалисты, ну, берут с собой специалисты наши, выезжают на место и уже определяют, опасно ли это змея или нет. Вот с копытными – это самая сложная, конечно, группа животных, потому что они быстро передвигаются и норовят врезаться в забор, в автомобиль, создают различные аварийные обстановки. Если говорить про лося, то это огромная опасность того, что несущаяся лощь шибет человека, ну, тут, возможно, уже любые случаи. Вот. Ну, бывают такие моменты, когда животные заходят на территорию города. У нас пару лет назад, я помню, были случаи, когда спасали медведей, которые находились в придорожных кафе, в больших вот этих вот клетках. Ну, это, наверное, немножко другое уже. Это же другое, да? Да, это другое. Это не дикие животные, это животные, которые где-то родились. Ну, возможно, да, что когда-то они были дикими, их изъяли малышами там из берлоги, да, вот. Но другой случай, тут уже больше, наверное, какой-то он административный. То есть тут должны нести наказание те люди, которые их содержат. Ну, и сейчас это уже стало возможно, потому что вышло постановление. Раньше было сложнее. То есть сейчас, в принципе, нельзя посадить медведя в клетку, и чтобы он жил там... Да, сейчас нельзя посадить медведя в клетку менее 100 квадратных метров. 100 квадратных метров? Да, да. Это сколько получается, 10 на 10? Ну, да. Ну, лучше не 10 на 10, лучше там 4, насколько там у нас получится, на 25. Вот такая была бы она более хорошая клетка. Понятно. А где вот какие-то крупных животных к вам в зоопарк приносили за последние там, ну, лет 5-6? Приносили, когда они еще были некрупными. То есть приносили лосят. А, вот так. Как раз вот тот самый случай, когда люди решили, что детеныш остался без мамы, нужно помочь ему. То есть они, конечно же, руководствовались благими намерениями. Благими намерениями, да. Но в итоге сложно сказать, был родитель жив или нет. Лучше всего было, конечно, оставить животное на месте и подойти к этому месту, допустим, часа через 2 или через 3. Посмотреть, если лосенок или кусуленок лежит там же. И видно, допустим, что он ослабленный, да. Ну, то есть несложно понять, что животное обезвоженное, еле поднимается на ноги. В таком случае помощь нужна. Если живот сразу-то увидел и быстрее хватать, спасать, то это неправильный вариант. Ну, так к нам попали 2 лося, которые сейчас содержатся в питомнике в поселке Формальный. Они уже выросли крупными. Но это неправильно. Они должны быть в природе. А тех животных, которых вы вам все-таки принесли, и как их оставляют, или убегают люди, или как-то там звонят и говорят, что вот, пожалуйста, возьмите животных. Ну, случаев, чтобы подкидывали, в последнее время нет. Как-то сейчас обычно уже все это более адекватно происходит. То есть обращаются, спрашивают, какие действия надо предпринять. Мы объясняем, куда надо привезти. И дальше уже занимаемся выхаживанием. Копытных, к сожалению, после такой вот реабилитации, ну, или после выращивания из детеныша, выпустить природу обратно невозможно. Потому что они привычные к человеку. И так как они относятся к охотничьим видам животных, они бегут сразу либо на охотника куда-то, да, потому что не будут думать, что он хочет их убить. Либо просто, скорее всего, найдут смерть себе на ближайшей автомобильной трассе. Такие животные остаются на так называемом ПМЖ, в зоопарке или в питомнике. Если мы говорим про лебедей-шпунов, которых тоже вот примерно в этот период, начиная с конца октября до середины декабря, приносят с водоемов. Если мы говорим про птиц, которые ранены, то, скорее всего, они тоже остаются на ПМЖ, но приносят в том числе и ослабленных птиц или тех птиц, которые из поздних выводков. Таких нам удается выпустить в природу следующей весной. Итак, я вынужден констатировать, что время нашей программы завершилось, и я обращаю внимание, что все видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен свой дом и свой хозяин, выкладываются на нашем сайте ТВ Самара ГИС в программе «Хочу домой». Или, если у вас нет такой возможности зайти на сайт, набирайте мой специальный номер 8-927-686-0790. Ну, а мы говорим до свидания. Всего вам доброго.